АПЛОДИСМЕНТЫ Я попробую сократить максимально свое выступление, остановлюсь только на основных принципиальных моментах, с тем, чтобы у нас осталось побольше времени на общение, на вопросы. Я думаю, что это наиболее ценная часть сегодняшнего мероприятия – собрание научно-педагогических работников. Если говорить про динамику, в целом за последние 10 лет физтех развивается очень динамично. Мы лидеры российского высшего образования, и мы лидеры по целому ряду направлений с точки зрения научных исследований, и уровня, и результативности. Я думаю, что линия, которая была взята на создание собственной научной базы в Долгопрудном, она себя полностью оправдала. У нас больше сотни классных лабораторий. У нас высокие показатели по результатам научной деятельности. Мы номер один в России по физике, по математике, по компьютерным технологиям. Мы в числе лидеров по биологии и медицинским исследованиям. И крайне важно, чтобы этот тренд на укрепление нашего научного лидерства сохранялся. С пониманием того, конечно, что нам не нужно дублировать те научные направления, которые существуют, эффективно развиваются в наших базовых организациях. Нам нужно создавать на физтехе только те лаборатории, которые являются уникальными для России, которые дополняют ту сетевую структуру, которая состоит из физтеха собственной, и наших базовых организаций, и которые являются, собственно, сутью модели физтеха. Ну вот здесь вот показаны основные показатели развития МФТИ за последние годы и те планы, которые есть на десятилетия вперед. Вы видите, что мы серьезно планируем прирасти по объему научных исследований, по бюджету. Прежде всего, за счет роста инвестиций в научные исследования мы будем увеличивать и интегент студентов, но особо хочу подчеркнуть только, в основном, за счет программ администратуры и аспирандуры, прием на первую курс-бакалавриат, мы не планируем увеличивать, в общем, зафиксируем в новом уровне 2022 года. Там это будет чуть больше тысячи человек в год, и будем дальше удерживать эти параметры. Но, естественно, что расширение объема научных исследований, естественно, влечет за собой и увеличение приемов администратуры и аспирандуры, поскольку это, собственно, те рабочие руки, которые активно участвуют в научных проектах. Основные события 2021 года. Я бы отметил несколько событий. Безусловно, крайне важно, что мы открыли в МФТИ научные подразделения под руководством наших удающихся выпускников Константина Новоселова и Андрея Гейма. Это как раз свидетельство той политики, о которой я сказал. Мы здесь создали уникальные лаборатории, которые дополняют потенциал и профиль наших базовых организаций. Ну и здесь, конечно, стоит отметить, что мы вошли в число победителей государственной программы «Приоритет 2030», которая является по существу продолжением программы «Приоритет 2030», нацелена на исследовательское лидерство российских университетов, на их продвижение в глобальной исследовательской повестке. И те ресурсы, достаточно существенные, около 950 миллионов рублей в год, которые мы в рамках этой программы будем получать, мы будем в первую очередь направлять на расширение нашего исследовательского потенциала, привлечение новых людей, появление новых прикладных научных управлений на физтехе. Об этом я чуть дальше скажу более подробно. Для нас крайне важно, что мы сохраняем лидерство по качеству приема на первый курс в этом, точнее сказать, в 2021 году, уже прошлом, как и во все последующие годы физтех номер один. Хотя вы прекрасно понимаете, что сравнивать нас с ГИМО или с Высшей школой экономики не вполне корректно, поскольку высокие баллы на экзаменах по физике и математике даются с гораздо большим трудом и требуют больших усилий и труда, чем по числознанию и истории, причем уважение к этим предметам. У нас, конечно, уникальный амитриент, самые лучшие выпускники российских школ, и, кстати говоря, очень много приезжает к нам из стран ближнего зарубежья, и вот эту высокую планку нам крайне важно удержать. В том числе для этого сейчас принято решение по определенному изменению в политике приема. Мы не будем принимать документы о выпускных школ, которые показали результат меньше 85, по трем переметам, это математика, физика и информатика, ну и по лучшему языку там минимальный балл немножко пониже, и наша задача удерживать это лидерство, как вы сами понимаете, все-таки ситуация отличается от той, которая была в Советском Союзе, где на физике проходило, может быть, 400 человек в год, но это были те, кого собирали с огромной страны, в которой жило 250 миллионов человек. Сейчас, конечно, ситуация другая, мы принимаем больше, и людей в нашей стране живет меньше, но, тем не менее, нам крайне важно не снижать качество тех, которые к нам попадают. Здесь, безусловно, крайне важно работать с теми, кто участвует успешно в Олимпиадах, это Всероссийская Олимпиада школьников и других ведущих Олимпиадах, в том числе Олимпиаде физтех. У нас сейчас в 25 году поступило 128 победителей и призеров Всероссийской Олимпиады школьников. В основном это физика, но не только физика, это и математика, и информатика, даже по биологии есть победители и призеры, и нам крайне важно, чтобы мы расширяли свое присутствие здесь. Нам нужно принимать больше олимпиадиков по математике, информатике, по биологии, в перспективе по химии, ну, естественно, по астрономии и так далее. И вот наша политика в части приема нацелена на это. Я не буду вас утомлять, останавливаться на конкретных цифрах. В принципе, показатели приема достаточно хорошие, но, безусловно, обучение в магистратуре, в аспирантуре требует донастройки. Нам нужно более тесное взаимодействие с нашими базовыми организациями, с тем, чтобы гарантировать нашим студентам, они люди амбициозны, способны, талантливы, то, что они будут включены в работу тех научных групп, которые действительно соответствуют мировому уровню, ведут исследования, разработки по самым важным актуальным и неостромным направлениям на высочайшем уровне. Важным новым делом в нашей образовательной политике является программа, которую мы начали с региональными вузами. Она называется «Таланты в регионах». И состоит в том, что «Фистех» помогает региональным, в основном техническим университетам повышать качество своих программ в области физики, математики и информатики, с тем, чтобы те выпускники школ из этих регионов, которым чуть-чуть не хватило для поступления к нам, не приезжали в Москву для того, чтобы учиться в вузах второго, третьего эшелона, оставались у себя и учились на программах, которые мы сопровождаем, которые брендированы МФТИ, в реализации которых участвуют наши преподаватели. Ну и таким образом мы создаем себе хорошую основу для наговора в магистратуру из этих университетов. Мы сейчас приняли решение, что по пять таких программ в год мы будем открывать. Вот пять университетов региональных представлены на этом слайде, ну и, соответственно, в 22 году мы еще пять новых наших партнерских университетов к этой программе добавляем. По дополнительному профессиональному образованию, открытым образовательным ресурсам я, наверное, здесь не буду останавливаться на деталях, тем более, что сегодня в программе выступление Алексея Малеева, который рассказывает о том, как из тех представленных платформе Кусе, например, где вы увидите тоже серьезное лидерство, во всяком случае, среди российских университетов. Традиционно для физтех характерен технологический предпринимательский трек, мы даем возможность студентам начать свои технологические проекты, оформить их в виде стартапов. Эта система успешно работает, прежде всего, благодаря тому, что в нее вовлечены те наши выпускники, которые успешны в бизнесе, они готовы вкладывать свое время, вкладывать свои ресурсы в инвестирование в эти студенческие стартапы. И не случайно сейчас при реализации федерального проекта по студенческому технологическому предпринимательству, который начнется в 2022 году, который уже широко анонсирован, мы будем выполнять координирующую роль, мы будем ведущим университетом, у нас будет проектный офис и значительную часть мероприятий и по обучению студенческих команд, и по акселерации стартапов мы будем проводить здесь долгопробно. Объем научных исследований, и преподных, и поисковых, и фундаментальных у нас, если считать на одну штатную единицу, самый высокий в России, это не значит, что нам нужно устанавливаться на этом. Вот в этом году примерно миллиард рублей мы получили на проведение фундаментальных поисковых исследований, это в основном средства Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований, но сейчас они уже объединены по факту. Ну а, соответственно, около трех миллиардов – это средства, которые физтехпроявлены на выполнение прикладных исследований, но вот здесь дана некоторая аналитика по этим ресурсам с точки зрения распределения по фестившколам, по видам науки. Ну, традиционно, конечно, физико-технические науки, компьютерные науки и науки о жизни, и биомедицина – это наши приоритеты. Мы успешно продвигаемся в международных рейтингах университетов, входим в сотню по физике, компьютерным наукам, математике по ведущим рейтингам, но задачи на 30-й год поставлены достаточно амбициозные, мы хотим войти в десятку ведущих мировых университетов по физике, и в топ-25 по математике, и компьютерным наукам, и сотню по биологии, и биомедицине точнее. Каждая из этих задач, она очень амбициозна, сейчас университетов в России на таких высоких позициях нет, и с учетом сложностей с международными аргументами, технологическими, академическими, эта задача становится еще более амбициозной, но я абсолютно уверен, что при концентрации наших ресурсов на этих приоритетах, при четком планировании этой работы, мы эти цели обязательно достигнем. Сейчас активно обсуждается расширение картуса МФТИ, мы ведем переговоры с физическим институтом Академии наук, здесь участок у нас есть, около 1 гектара, потому что этот участок будет передан нам, там будет построен корпус фотоники, где будут лаборатории совместно с ФИАНом, и там же будет на этом участке построен новый биокорпус, где он нет, из тех нет, посмотрим, как он будет называться, одновременно с этим мы планируем присоединить к кампусу еще несколько близлежащих участков, ну и рядом также здесь будет создана инновационная зона по принципу и правилам Столковской территории, где будут льготы для развития технологичных компаний, размещения различных бизнес-инкубаторов, корпоративных исследовательских центров и так далее. То есть, в целом, к 30-му году нам предстоит вокруг фестивов благопрудным сформировать полноценную инфраструктуру мирового класса и с точки зрения условий для выполнения научных исследований, для жизни студентов и для развития инновационной деятельности. Ну, собственно говоря, сама эта модель, она достаточно обычная в мире, и так или иначе вокруг везущих мировых университетов, будь и Кембридж, и МАЙТИ, и Стэнфид, в том, что вы видите, и зоны притяжения для бизнеса существуют. Ну и крайне важно, чтобы мы решили проблему дефицита общежитий, нам необходимо добиться, чтобы все студенты бакалавриата, даже москвичи, имели возможность получить место в общежитии, или на кампусе, и это поможет нам создавать уникальную атмосферу взаимопомощи выпускников, студентов, а потом выпускников, той системы горизонтальных связей, которая всегда характеризовала ввести. Сейчас у нас пока такой возможности нет, но я думаю, что двух-трех лет мы обеспечим всем студентам бакалавриата проживания на кампусе. Ну, как я уже сказал, заявка по программе «Приоритет-2030» была признана победителем, была оценена как одна из лучших. Мы сделали в ней на четырех стратегических проектах, я коротко о них скажу. Первый называется «Фестер, движущая сила важнейших технологических переходов». Это большие государственные проекты, большие задачи. Если вспомнить историю прошлого, то «Фестер» как раз и создавался для реализации таких задач. Тогда это был атомный проект, космический проект. Сейчас и атомная космическая отрасль уже стреляет системообразующими для российской экономики. Но сейчас есть новые глобальные вызовы, формируются новые крупные государственные программы. И «Фестер» призван выполнять лидирующую, координирующую роль в реализации этих программ. Поэтому первый стратегический проект, он крайне важен, он является основным, как раз призван обеспечить это лидерство. Здесь речь идет о таких крупных приоритетах, как электродвижение, автономная энергетика. То есть это все, что связано с политическим переходом. Это, естественно, искусственный интеллект, как ключевая технология для приложения в целом ряде отраслей экономики российской и мировой. Это и автономный транспорт, это и различные информационные системы, интеллектуальные транспортные коридоры и так далее. Это, естественно, биомедицина, как та область, в которую сейчас во всем мире инвестиции растут. Это связано не только с теми вызовами глобальными, с которыми человечество столкнулось в последние 3-2 года, но и в целом с тем трендом, который, видимо, будет реализовать все научно-технологическое развитие в 21 веке. И это новая связь, технологии связи 5-6 уже, спутниковая связь, то, что тоже влияет на повседневную жизнь каждого человека, и мы видим постоянно на своем примере, как эти технологии помогают решать каждому человеку какие-то новые задачи, которые еще раньше были недоступны, но и создают определенные вызовы и проблемы. Ну, естественно, вот по этим четырем направлениям, ну, к этим нужно идти, так сказать, постепенно добавлять, физтех будет обеспечивать лидерство, мы будем инвестировать средства и программы «Приоритет 2030» и средства наших партнеров прежде всего в решении этих задач. Второй стратегический проект нацелен на развитие системы фундаментальных и поисковых исследований. Я сказал, что перед нами стоят амбициозные задачи продвижения в международных рейтингах по физике, математике, информатике и биомедицине. Здесь крайне важно, чтобы физтех открывал свои двери для талантливых молодых ученых, чтобы они имели возможность получить гранты на развитие своих проектов, вначале небольших, а потом и крупных, с тем, чтобы сюда, как и раньше, приезжали самые талантливые ученые, физики, математики, информатики и так далее, биологи не только из нашей страны, но и со всего мира. Ну и два других проекта нацелены на модернизацию нашего образования в бакалавриате и на создание инновационной инфраструктуры в области физтеха, о чем я уже коротко сказал. Уважаемые коллеги, на этом я свою короткую речь закончу. Хочу сказать особо, что модель физтеха, о которой так много говорят, которая посуществует, состоит из трех ключевых принципов. Первый – это поиск и привлечение самых лучших абитуриентов, самых талантливых выпускников школ со всей страны. Второй – это глубокая, фундаментальная, очень интенсивная подготовка в бакалавриате по физике и математике, а сейчас к этому нужно добавить компьютерные науки, совмещенные с инженерной подготовкой. И третье – это раннее включение студентов, уже начиная с третьего курса, профессионализацию путем работы их в ведущих научных и проектных организациях, в тех научных группах, которые работают на высочайшем научном уровне. Из этой триады каждый является важным, принципиальным, и мы видим развитие физтеха только в опоре и развитие на эту модель. Она продемонстрировала за последние 30 лет не самая простая, удивительную жизнеспособность, она обеспечила выживание, существовала сложные 90-е годы, она обеспечивает развитие для нас сейчас. Я уверен, что в рамках этой модели, в рамках развития сотрудничества с нашими базовыми организациями, в рамках развития собственной исследовательской инфраструктуры в долговом, на тех условиях, о которых я сказал, залог развития физтеха в будущем.